И получил грязноватый цвет. Этот грязноватый цвет, теплый по своему содержанию. Виднеется как бы в подкладке под голубым цветом картины. Ну, в фотографии. Вот такая грязца. Которую мы накидаем на холст по траектории вертикали. Причем там, где у нас будет голубой оттенок, мы сделаем следующим образом. Мы краску распределим. Часть краски уйдет в тряпку, часть останется на холсте. И будет вот такая серятина, которая по отношению к голубому тоже будет теплой. У меня рисунок на холсте виден. И я вижу его на экране компьютера. Поэтому все достаточно удобно для исполнения. Там, где белый цветок, я немножко выну вещество краски. Чтобы войти туда с чистотой цвета. Палитра у меня хорошо видна. Разбелил кадмий красный светлый. Разбелил розовый. И в два цвета подмешивается чуть-чуть фоновое пятно. Оно усложняет цвет, дает цвет предварительной прописки. То есть не финишный, а предварительный. Подписывайтесь на мой канал. Видите, фактически не нужно хлопотать о точности рисунка, потому что все наглядно, все видно, все точно. И даже то, что удается работать с одного мазка, то есть не создавать поиск, местонахождение предметов. Тоже это дает свою красивость в письме. Вот взял, например, голубой, чуть-чуть тронул в одном месте, где это было уместно совсем. А оказалось, что и в других местах хочет появиться. Но пока не тронул, непонятно. Не о нем как бы думаешь. А как тронул, оказалось, что можно и там, и сам наголубить. Здесь прямо эту границу можно густой-густой краской инкрустировать. Как вы сами понимаете, можно этот букет составить, имеет только треть подобных цветочков. Ну, допустим, иметь главный цветок, несколько выразительных тоже. Все остальное можно добрать в интернете, дополняя их, расставляя их. И плюс какой-то иметь красивый вазончик. Я уже закупил несколько вазончиков. Сейчас только будет лето. Мы, конечно, пособираем цветочки. Так, сложный будет элемент. Вот, розочка, может быть, немножко даже фактурку. Вот так вот погрыз фактурку чуть-чуть. Теперь пишем. Тут розовый даже с черным можно задействовать. Вот в этих темнотах. Густота краски дала. Вот если можно близко показать, что дала густота. Вот так вот. Тухлость зелёного, как вот здесь, я напоминаю, что это всё время зелень с краснотой. Либо это изумрудная, либо это даже бирюзовая и, допустим, с краснотой английской. И даже розовой. Буду считать, что можно остановиться. Я рад за тех, кто досидел со мной до конца. Всё, что я хотел сказать в течение вырисовывания, я проговорил. Ну, желаю и вам подобных картин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok